Кто-то обязан был разбирать защитные порядки Санвеба. Этими кем-то оказались не мавистаровцы, а ориковцы именно они изолировали Тома. Том остался без подстраховки и уже, собственно говоря, достаточно давно идет в одиночестве. Ну и вот теперь, теперь слово мавистару, у которых по 4-5 горняков высокого уровня впереди. И вот это, конечно, будет то самое, что старался, чего старался не бояться все равно Том Думулан. Который показал свою способность защищаться в одиночку. Но тут все начало взрываться везде. И как только пошел этот устойчивый 8 и более процентный градиент на Гордене, относительно мирная езда закончилась и закончилась навсегда. Самое ужасное для Думулана заключается еще и в том, что здесь негде догонять, здесь негде возвращать своих Грегори. Основная часть восхождения это 9 километров. Вы эти технические данные видели на экране. 600 метров перепада. И средний градиент более 6 процентов. Максимальный 11. Причем этот градиент наваливается и сначала, и потом перед самим перевалом уже рядом с Рифуджо, с большим горным приютом. Снова градиент довольно велик. И если там против ветра, то там вообще можно встать намертво. Потому что здесь ритм постоянно горняки диктуют очень серьезный. И ты все время держишься на зубах, а там надо еще добавить. А не то, что добавить, а в принципе этот градиент уже в связи с набранными километрами становится очень тяжел. Вы сами можете все это испытать, если вы приедете на здешние соревнования. Ну а Лауренстен Дам, забитый ногой, вы видите, импульсами поддергивая и сбросив передачу на самую легкую почти что. Ну конечно не на самую большую заднюю звезду поднял он цепь. Но тем не менее, учитывая и то, что уменьшенная компактная передняя, совсем неэффективно сейчас крутил. Домбровский, Пласа и Берхане пытаются уехать втроем. Рубен Пласа этот участок в прошлом году ехал в обратном направлении. И солировал тогда. Ехал один, но потом его подобрали на Джао. И беспощадно. Проехали, конечно, как стоячего практически. Катальдо не поймал начало этого рывка. То есть постарался поаккуратнее действовать и не загнать себя в красную зону. А сейчас накатывает постепенно. И опять начинает собираться группа. Ланда подъехал со своими оруженосцами. Ритм, тем не менее, сохраняется. Ритм очень жесткий и проблемный для Фалифорова. Которому нравится более силовая работа на более крутых участках. А такой подъезд бывает иногда. Загоняет его в кризис. Рассыпался, рассыпался отрыв. И видите, крупный, высокий Севцов тоже выпадает. Ролан, вчерашний победитель этапа, естественно, тоже не чувствует себя сейчас свежо. Брэд Ланкастер, 5 подъемов на этом этапе. Что ждешь? Я думаю, что с самого старта будет активное движение. И, конечно же, общая задача – это проверить Санвэб, изолировать их капитана. Ну и мы, естественно, надеемся на Микеля, на его возможности. Продолжение следует... И сорвут банк сегодня. Возможно, этап плюс утверждение в качестве горного короля, как для Ланды, допустим. Но я не уверен, что Ланда сегодня... То есть вы видели, что Ланда все-таки пытается распределиться. Ланда пытается остаться способным атаковать где-то ближе к финишу. И, может быть, из-за этого он сейчас не зацепился до такой степени с Фрайлэ. Не схлестнулся. В то же время финиш Омара Фрайлэ дорого стоил баскскому гонщику. И тот сейчас выпал из первых рядов отрыва. Да и, в принципе, весь отрыв вы видите, насколько из-за темпа диктуемого Скай, насколько он распадается. Но и в основной группе тоже пошло Поливалова. Очень хорошо выглядит Ильнур. И примечательно то, что он не один. Что по-прежнему у него есть компаньон, несмотря на то, что фактически все остались по одному. Фрайлэ пропускает и эту группу тоже. Он не в состоянии держаться уже даже и в пилотоне. И на этой горе он остается без очков. Уже не в первый раз мы видим. Ну что ж, после вот той победы, в принципе, Фрайлэ очень серьезно тогда залез в долг организму. И после той победы периодически видно, что он первую часть этапа отрабатывает Ого-го. Но его хватает примерно на 50%. Да, отборчик был очень серьезный. Обратите внимание, что и Тибо Пино тоже не в одиночку. Ильнуро подпирает португалец. У Тибо пока не вижу, кто там. И вылетает Боб Юнгельс. Пока еще лидер молодежной классификации. Вылетает, но добирает на более пологом участке. Юнгельс, я думаю, не сдался. Юнгельс, как обычно это бывает у сильных разделщиков, перешел на свой темп и старается сохранить свою тягу, но в то же время не загнать пульс, не загнать тебя в кризис, после которого, может быть, и не развалится весь этап, но ближайшие пару километров ты будешь совершенно неэффективен. И вот тогда можно потерять контакт навсегда. А так остаются шансы. За перевалом Гордена. Роскошный спуск. Такие длинные-длинные языки. И там можно держать, судя по предыдущим моим годам, очень высокую скорость, даже не будучи в рядах профи. Олег интересуется, почему я на манер Флэча не тестирую до и после этапа, да потому что все уже оттестировано тысячу раз. Вот эти-то дороги пройдены много раз, и потом у Флэча есть своя обязанность в наших построениях редакционных. Ну и Флэча это Флэча, в конце концов. Флэча это абсолютный авторитет. Это для меня в том числе поразительный. Гонщик как гонщик. Вагон здоровья, о таких говорят и говорили справедливо. Продолжая тему, кстати говоря, массового велоспорта, которому все покорны, независимо от возраста, плавой принадлежности и занимаемой должности, тот же Олег рассказывает о том, что... Точнее, напоминает о том, что Мэр Риги большой энтузиаст тоже. И ездит на велосипеде сам, и делают в Риге много велодорожек, в том числе и в центре. Ну и, кстати, в центре Риги 4 июня будет знаменитый рижский веломарафон. Причем профессиональная гонка будет критериум с включением брусчатки. Это будет очень живописно. Ну а любители пойдут вокруг Даугавы через мосты, ну то есть не такая экстремальная трасса, но с ветерком тоже. Так что также будет где поработать, и участие в этом празднике будет полноценное. Кройшвайк ищет своих однокомандников, но это совершенно бесполезно. Их здесь нет поблизости. И он слеживает, естественно, не их на самом деле. Смотрит на соперников, смотрит, кто как себя чувствует. Возможно, ищет какого-то голландского диалога. С Моллемой. Группа розовой майки чуть более из 10, чем из 10 спортсменов состоит, но совершенно непонятно, до какой степени рассыпался Мавистар. Тибо Пино перед стартом. Сегодня короткий и опасный этап. Что ты ждешь от себя, от своей команды, от соперников? Я думаю, что я надеюсь, что я буду чувствовать себя лучше, потому что, честно говоря, на этой неделе я чувствую себя не блестяще, объективно, если оценивать. Ну и да, он разочарован, конечно, тем, что он потерял место в тройке. Генеральная классификация еще недавно был там. Ну и тем временем вы видели, что у Думолана стабильно за 400 ватт. У Кентаны 280, тем не менее они рядом. Но вот вы видите все-таки работа в предыдущие дни. Привела к тому, что Мавистар в основной группе потерял практически всех. Грегори и отзывает сейчас, отзывает Мавистар участника первого отрыва. Мавистар должен был разбирать эту группу, но пока разобрали его. Астралийские, по приписке команды, разумеется. Ух, какой кадр! Здесь, знаете, студио Тре, которое снимает разнообразные гонки. Они высаживают целый огромный десант фотографов. Но каждый поворот такое ощущение, что сажают по человеку. И вот они любят так вот, самые мастеровитые. И любят снизу пальнуть на фоне доломитовых нагромождений, на фоне группу Селла. Выглядит чрезвычайно все это эффектно. Да, вот сегодня, а сегодня, наконец, тот самый день, когда сбывается мечта, когда я могу вместе с нашим каналом показать вам, что такое доломитовые Альпы действительно во всей своей красе. Группа Селла сейчас находится по левую сторону от дороги. И вот, вот этот кусок, где опять сейчас будет крутяк. Так, где там флажки или что-нибудь? Направление это ветра какое? Три самых тяжелых километра. Ну и сегодня, вы видите, высокорослому испанцу приходится потяжелее, чем в прошлом году год на год не приходится. И сегодня и ему одному не быть впереди. И уже сейчас видно по тому, как он на этом очередном участке более крутом упирается отчаянно. А так страшные оскаленные лица на пассу Гордена. Они у нас у всех здесь. Просто потому, что этот неизбежно, никогда не получается этот перевал. Хотя знаешь его конфигурацию. И знаешь, что начинать его резко нельзя. Но обязательно найдутся все равно люди, которые развезут. И которые в самом низу заставят так пахать, что потом неизбежно вот на этих километрах, на последних четырех километрах происходит беспощадная селекция. И все уже едут по двое, по трое, по пятером максимум. Пласа, который камнем спускался с этого перевала в прошлом году, сейчас в обратную сторону. Едва держится, пытается не сдаться. Здесь, да, здесь есть резон, дотерпеть, а там потом есть где отдышаться. Спуск в Гордену. Скоростной, очень хороший асфальт. По лесу там закрытый. И Висконти становится во главе группы генеральщиков. Готовят атаку Нибали. Группа розовой майки. Которую, по-моему, человека 3-4 накатила. И в этот момент атакует Кентана. Пошел Найру Кентана. Пошел Кондор. Таково его прозвище. И оно действительно очень точно говорит обо всем. Откуда он? Высокий хан. С высочайших вершин. С перевалов за 3000 метров. Король по-настоящему высоких гор решил, что поскольку дальше уже маршрут не будет заходить так высоко. И кислородный дефицит сейчас такой, что ему надо этим воспользоваться. На последних трех километрах он ускоряется и покидает группу, несмотря на то, что тылы его были оголены. Но ему не нужны оруженосцы сейчас. При том, что один из них есть. По-прежнему Амадор там в хвосте этой группы. Сразу же повисает полицейским. Вот вы видите, нет здесь экстремального градиента. Но в районе 10% это вполне годится. Ильнур Закарин не включается сразу. Находится пока параллельным курсом с Нибали. Розовая майка не подает никаких сигналов ненадежности. Раскручивает свою удобную передачу. Держит свой ритм по-индурайновски на 100%. Фалифоров пытается зацепиться за Кентану. Но когда-то батя Фирсанов обыгрывал Кентану на туре Мадрида. В общем зачете. Был это много лет назад. И Кентану с тех пор стал совсем другим. Естественно, тогда он еще был дебютант фактически. Ну и вот сейчас становится легко объяснимо присутствие делегатов в первом отрыве. Под вот такую атаку это и было выстроено. Дальше посадить и развести. Добавить еще. И сейчас по ситуации вы видите в одно мгновение. Ну здесь тоже проверка думала она. Потому что он сейчас должен защищать эти 30 секунд. Он должен был возглавлять погоню. И все оглядывались как раз на Дамулана. Лидер общего зачета должен сдавать и этот экзамен тоже. Диди Зенфт, уже потерявший свою прыть за эти годы, тем не менее ускорился. Не на 200 метров, как раньше, но все же, все же. Ниболи. Ниболи, видя, что резвый кусок не очень идет у Дамулана. Дамулана предпринимает эту контратаку, стараясь присоединиться к Кентане. Фалифоров слетел с колеса у колумбийца. Ищет другую группу, которая была бы ему по силам. Ниболи пошел подхваченный ветром. Атака со свежака. Видно было, насколько он саккумулировал энергию до этого. И опять опасный эпизод, который мог спутать карты. И опять едва разъехались с мотоциклом. Амадор плюс Кентана. Это очень серьезная формула. Андре Амадор и Найро Кентана. Два лидера Мовистара. Пусть и не Масово сегодня приставлен Мовистар. Впереди, потому что все действительно устали. Но самые сильные их гонщики порядки. Против ветра атаковали смело. Рискнули. По-прежнему первый отрыв впереди. По-прежнему здесь идет работа на максимальный набор очков. Дэйнен раскатывает эту группу. Ну и давным-давно слетел Фрайле. Нет и Луиса Леона Санчеса нигде в ближайших формированиях. Таким образом, не обязательно даже первое место забирать Ланди. Тем более, что это только вторая категория, если он продолжает замахиваться. А тем временем старая нержавеющая дружба. В виде Катальдова сажает Нибали на колесо. Многие годы, ну не столь уж многие, потому что Катальдов пришел из Скаев в Астану, как вы помните. Но сейчас Дарио работает в паре с Винченцо Нибали. И кто будет говорить, что это неправильно? Они навсегда остались друзьями, как и ни были, навсегда остался другом казахстанской команды и очень часто желанным почетным гостем. На разных мероприятиях, официальных и неофициальных. Да, это трассы, которые известны не только штату Астаны, не только гонщикам Астаны, но и фан-клубу Астаны, и болельщикам. Вон Че пишет как раз в количестве 20 человек 3 года подряд, говорит, принимаем участие в маратоне для Сделумитис. Говорит спасибо Рейнбеку Баталову за организацию. И он тоже участвует же постоянно. Сейчас же Рейнбек сидит в техничке вместе с Александром Винокуровым. Можно, конечно, попытаться звонить, но в этих горах я уже четко знаю по опыту, что можно с таким же успехом звонить в Рынду, в Коровий колокольчик. И качество коннекта будет примерно одинаковое. Выпустили Ланду, вы видите, и Домбровский особенно не отыгрывается. Не пытается, не пытается его обобрать. На всякий случай подстраховал он ирландец, так или иначе. Не ирландец, но кельт. Одним словом. Кентана везет всего 13 секунд, если верить секундомеру, по крайней мере. Рядом с ним Анакона и Амадор. Формирование очень-очень грозное. Костя Севцов сумев отдышаться. Вот он на второй позиции в майке чемпиона Беларуси. Макушку этого подъема преодолевает эффективно. Ну и, по-моему, устарели GPS данные. Потому что вы видите, что он уже сейчас выходит на ту прямую против ветра. Обратите внимание. И это делает работу еще более тяжелой. Менее минуты он теперь проигрывает первому формированию. И я думаю, что здесь Думаулен должен иметь дефицит примерно секунд в 20. Но смотрим. Мавистаровская группа контр-атакующая образовалась. Собралась. Ейца ищет сейчас Рубен Пласа. Баскетболист от велоспорта, который, несмотря ни на что, является мастером сольных атак в горах. И даже на Tour de France, благодаря этому умению, выигрывал. Пуличину как-то мы... Совершенно анонимно идет эту гонку. Вот сейчас он на предпоследней позиции, Думенико Буцувиево. Но в основном он разочарование. Потому что он нигде в крутых горах не показывает себя, не показывает свою основную специализацию. Не знаю, подвергаю сомнению тому, что написано на титре. Другое дело, что на этом скоростном спуске есть где подкрутить. Но не сейчас пока. Пока здесь нужно вписаться во все... Продолжение следует...